Начинаем наш семинар. У нас сегодня три очень интересных доклада. Все три будут посвящены тематическому моделированию. Причем на третий доклад у нас приглашенный докладчик, который специально приехал из Санкт-Петербурга для того, чтобы выступить на нашем семинаре. Всякие кольцов. Он был интересен. Первые влажа-влажа будут от сотрудников нашей лаборатории. Ну, пару слов про самую лабораторию. Я хочу, чтобы все выключилось. Нет, мне, наверное, с вами не нужно. Мы занимаемся машинным обучением, машинным интеллектом. У нас основные направления это анализ действий, компьютерное зрение и анализ временных видов. По всем трем направлениям есть проекты от индустрии, где нам дают под заказ провести какое-нибудь интересное исследование. Мы его проводим. Вот еще наша лаборатория, она является частью центра НДИ, искусственный интеллект. То есть, это огромный проект, который в физтех выиграл в Росказе с несколькими другими вузами. Вот сейчас вот такая большая движуха в сторону искусственного интеллекта. И наша лаборатория здесь одна из флагманских в этом направлении. Не буду отнимать времени у докладчиков. Если вас интересует что-то про лабораторию, про то, как прийти стажером в лабораторию, или еще какая-то информация про то, как вместе с нами поучаствовать в наших много интересных проектах, вы, пожалуйста, пишите мне или моему совместителю Алексею Гончарову, и мы с вами пообщаемся. Ну, а теперь у нас по очереди давайте... Меня зовут Василий. Хочу рассказать вам про отбор интерпретируемых тем из тематических моделей. Какая вообще стоит проблема? Если тематическое моделирование используется для анализа данных, для того, чтобы понять, какие темы затрагиваются в текстовой коллекции, то очень много времени уходит на то, чтобы обучить хорошую модель, построить хорошую модель. И, как правило, это достигается перебором, подбором параметров, изменениями в процессе обучения. Вот. И оценивается каким-то образом качество полученных моделей, и среди них выбирается лучшее, которое, по предположению, в надежде хорошо описывает данные. Вот. Чем-то ситуация как бы нас не устраивает тем, что очень много времени уходит на поиск этой хорошей модели. В идеале хотелось бы сделать так, чтобы модель строилась всего одна, и все темы у нее были интерпретируемые, чтобы она сразу получалась хорошей и идеально описывала данные. К сожалению, такого достичь пока не получается. Это связано во многом с тем, что модели тематически сами по себе неустойчивы, то есть их обучение зависит от начальной инициализации алгоритма обучения, результат модели, и неполны. То есть нет гарантии, что одна модель, даже если она получилась хорошей, нет гарантии, что она идеально описывает коллекцию документов, что она нашла все темы. Вот. Хочется по возможности уменьшить этот кусочек пирога, который посвящен обучению модели. Что предлагается, на что хочется обратить внимание, что хочется предложить? Вместо того, чтобы пытаться подобрать сразу какую-то хорошую, идеальную в каком-то смысле модель, можно поступать так, можно отбирать хорошие темы постепенно среди моделей. Не отбрасывать модели целиком, которые нас чем-то не устраивают, а анализировать их каждую и забирать у них хорошие интерпретируемые темы, собирая постепенно информацию о датасете. Кажется, что это будет занимать еще больше времени, детальный анализ каждой модели. Но дальше я скажу, как это можно ускорить и сделать быстро, и оптимизировать. Вот. Да, и пару слов про то, что такое тематическое моделирование. Возможно, мы эту картинку уже где-то видели. Что происходит? На вход модели подается коллекция текстовых документов. Нам известны частоты слов в документах. И она нам говорит, какие темы затрагиваются в коллекции. Темы, как распределение вероятностных слов в темах и распределение вероятностных самих тем в документах. Это тематическое моделирование в двух словах. Как дальше устроено изложение? В первой части она такая, по большей части, техническая. Я расскажу, как раз более подробно опишу этот подход, связанный с постепенным накоплением хороших тем. Далее скажу, как можно его сделать еще более быстрым путем оценки интерпретируемости тем автоматической. И в конце часть про то, как один из способов возможных использования уже отобранных хороших тем при дальнейшем обучении моделей. Кажется, что раз мы накапливаем какую-то информацию о коллекции, ее можно потом как-то еще использовать, чтобы строить более хорошие модели. Вот в третьей части я скажу немного про это. Вопросов пока никаких нет, да? Все хорошо. Что за подход предлагается? Наравне с таким понятием сущности тематической модели вводится сущность, которую мы назвали банк-тем. Она нужна для того, чтобы следить за сохранением информации о интерпретируемых темах. То есть информации о вероятностях слов в темах, информации о качестве тем и, возможно, еще о родственности между темами. Какая дочерняя, какая родительская. Также банк-тем должен предлагать, предоставлять возможность быстрого анализа тем новой модели путем сортировки тем в таком порядке. То есть темы новые сравниваются с уже сохраненными и выводятся пользователю от тем, которые далеки от уже сохраненных, до тем, которые чем-то похожи на те темы, которые уже есть в банке тем. На этом слайде небольшая иллюстрация, иллюстрация небольшого положительного как бы побочного эффекта при использовании банка для анализа моделей. То есть, я говорил, он сортирует новые темы в порядке от более новых до тех, которые уже чем-то похожи на сохраненные. Слева пример темы, которая уже сохранена в банке тем. Вот биология чем-то с уклоном в экологию. Справа новая тема из новой модели, для которой ближайшая оказалась вот эта слева. Видно, что мы нашли с помощью... Банк-тем нам позволил найти не просто новую тему, а под тему более общей глобальной темы для каждой из этих двух. То есть слева экология, справа какая-то мулькулярная биология. Причем они по словам не пересекаются. Да, то есть они как бы... Слева тема ближайшая для правой, но... Она ближайшая, да, но топовые, самые топовые слова у них разные, тем не менее. Так, вот это коротенько про вот этот подход к постепенному накоплению хороших тем. Теперь про то, как... То есть темы сортируются от более новых до тех, которые, возможно, уже мы просмотрели ранее. Но тем не менее, среди вот этих новых тем нам могут выдаваться те, которые сами по себе плохие. То есть новые, но плохие. Хочется такие тоже отбросить и не смотреть на них. Как это можно сделать? Можно попытаться применить оценку качества тем. Какие способы есть для оценки качества? Вот я здесь привел несколько. Первая чистота темы — это когда оценивается то, насколько сильно сконцентрировано распределение вероятности слов темы среди ее как бы наиболее характерных слов. Как-то так. Дальше когерентность по топ-словам, которая оценивает меру неслучайности совместной встречи топовых слов темы в тексте. То есть чем чаще слова, самые частые слова темы встречаются вместе в тексте по сравнению с тем, как они встречаются, порознь, тем лучше считается тема. И третий способ, который будет сравниваться, это внутритекстовая когерентность. Идея чем-то похожа на когерентность вот такую, но смотрится на распределение всех слов темы в тексте. То есть кажется, что темы в тексте естественного языка распределены не в разброс, слова темы распределены, а какими-то сегментами, предложениями, абзацами, разделами. И вот третий вариант, он оценивает то, как распределение темы, которое выдает модель, согласуется с таким распределением по блокам. Так. И какие результаты? То есть что здесь в табличке изображено? Слева способ оценки качества темы показан. Последняя строчка – это без какого бы то ни было, без попытки оценить качество, просто просмотра глазами. В каждой модели было 100 тем. Вот если смотреть глазами, оказалось, что соотношение хороших к плохим 1.35. Вот. Далее что происходило? Отобрались хорошие темы глазами, и для них высчитались оценки качества, которые были представлены на предыдущем слайде, и определились некие пороговые значения по хорошим темам отобранным. То есть как бы вручную собрался банк тем для коллекции постнауки. В ней было около 3000 документов, и 20 тем оказалось. Вручную собрался банк, и вычислились эти оценки качества, хороших тем. Вот. И далее применялись... И далее отбрасывались темы на основании того, больше или меньше у них качества порогового. Вот. Если отбрасывать темы по... Да, и вот результаты, как бы, что будет, если отбрасывать темы у модели по этим оценкам качества. Если мы хотим, чтобы как можно меньше тем терялось при отбрасывании хороших тем, вот, от 1 до 2%, то меры оценки качества позволяют увеличить в 2-3 раза соотношение хороших тем к плохим в среди тем моделей оставшихся. Если мы разрешаем, как бы, много хороших выбрасывать, просто для сравнения, то можно увеличить соотношение хороших к плохим чуть ли до, вот не в 7-8 раз по отношению к тому, что было изначально, без применения, и каких бы то ни было способов оценки качества. То есть, как бы, налицо, что можно ускорить процесс анализа темы модели путем выкидывания совсем лишних. Первая тройка и вторая тройка – это просто разница в порогах, по которым... Вот это, вот это, вот это. Нет, здесь мы разрешаем выбрасывать много хороших тем, как бы. Ну, а как мы это делаем? Уменьшаем порог какой-то? Да, да, порог, порог. Двигаем его, да, чтобы оставались совсем хорошие. Ну, мы считаем, что мы не хотим терять хороший, поэтому это как бы основной режим, вот он выделен. Мы не хотим ничего терять, поэтому, но уже видно, что даже в таком режиме мы можем себе упростить работу. Вот. Ну, вот для хороших тем, вот 20 хороших тем отобралось, для них вычислились вот эти вот все, пьюрити, когерентность такая и такая, и как бы по ним медиана взялась. Из 20 медиана. Вот. А это, по идее, число и значение этого порога, это только для вот этой комплектной коллекции. Да, то есть вот, как бы, да, откуда-то его надо взять, да, подобрать. В этом, как бы, небольшой такой, да, подвох. Так, и мы переходим к последнему разделу про то, вот мы какие-то темы отобрали. И встает вопрос о том, можно ли как-то использовать для дальнейшего обучения других моделей. Как это можно сделать? Один способ сейчас запишу. То есть можно их использовать при инициализации. Что такое инициализация? Давайте посмотрим на задачу теоретического моделирования. Вот еще раз решается задача матричного разложения сверху. И принцип решения — это принцип максимума правдоподобия коллекции, возможно, регуляризованного, чтобы ограничить множество возможных решений. И метод решения такой задачи — это метод итерационный. Вот представлен здесь. Обновляются в течение скольких-то итераций вероятности слов в темах и тем в документах. Вот. И как бы загвоздка в том, что алгоритму нужны какие-то начальные приближения. Начальные приближения вероятности слов в темах и тем в документах. Их надо откуда-то взять. Можно задавать случайно, а можно как-то более осмысленно. Как это делать более осмысленно? Вот три способа я описал, с которыми будем сравнивать. Вот способ, который нас интересует, это верхний. С помощью заранее отобранных хороших тем или части этих тем. И два способа для сравнения. Первый, с помощью якорных слов. Как бы в каждом блоке описаны идеи и гипотезы за каждым методом. Без выкладок, без математики. Просто идеи и гипотезы. То есть идея якорных слов в том, что авторы предположили, что для каких-то тем могут быть характерны... Итак, какие-то слова могут быть характерны для определенных тем. То есть по слову или по нескольким словам можно сразу сказать, что это за тема. Слова относятся только к одной теме и к другим вообще не относятся. Это якорные слова. Какой-то смысл есть в гипотезе, но понятно, что это не ко всем темам применимо. Если в теме много общих слов, то как бы... Или темы родительские и дочерние, то для них это может не выполняться. И третий — это contextual document clustering. идея метода в том, что слова, которые наиболее полно характеризуют тему, обычно встречаются в тексте вместе, близко друг от друга. Чем-то похоже на гипотезу о сегментной структуре распределения темы в тексте. Так, вот какие методы и что у нас получилось. Внизу случайная модель и идеальная. Идеальная — это те самые темы, которые были отобраны вот ранее, 20 тем. Модель на этих 20 темах. Дальше вот этот блок, как бы, когда мы берем часть тем из отобранных, из сохраненных в банке. В банке у нас как бы 20 хороших тем, я говорил. Датасет постнауки, там 20 тем отобрали. 5% тем берем хороших, 10 и до 100. Модели обучаются на 50 темах. То есть максимум 20 тем среди 50 могут быть как бы из хороших. А почему банк тем 100% и идеальная модель немножко не совпадает? Ну, элемент случайности здесь все усреднялось, как бы, несколько раз обучались для каждого, для каждой строчки 10 штук моделей там обучалось, чтобы свести к минимуму случайность. Потому что, по идее, банк тем на 100% это и есть идеальная модель. Ну да. Вот 376, здесь 377, 0,22 там. Видимо, какие-то раппы там. Потому что это же с огромной ценой. Видимо, идеальная только одна. Другой банк тем это Википедия. Тема Википедия. Да, и видно, что темы из Википедии как бы помогли получить качество больше. Точно не знаю, почему. На какие-то единицы больше. Но все равно суть в другом. Суть в том, что вот первые два метода, вот документ-кластеринг и Аврора, помогли значительно как бы увеличить качество итоговой модели при инициализации этими методами. А намного превышающая, как бы даже идеальную получилось так. Да, и можно заметить еще, что почему-то когерентность по топ-словам она вообще не соотносится с первыми двумя. Здесь она уменьшается, почему-то здесь тоже меньше у идеальной, чем у случайной. Это непонятно. В общем, смысл в том, что способ инициализации частью темы с банка он оказался хуже, чем вот эти два. Здесь еще стоит заметить, что каждая модель обучалась, каждая модель, все здесь перечисленные, обучались в течение всего лишь трех итераций. То есть они инициализировались каким-то образом и всего три итерации обучения происходило на коллекции из трех тысяч документов. То есть всего за три итерации первые два позволили добиться вот такого качества. И здесь примеры тем. Вот по истечении трех итераций обучения большинство тем в моделях по банку тем оказались вот такими. То есть ни о чем, непонятно про что и распределение практически вот плавно, не спадающее. А среди вот методов документ-кластеринг и Aurora оказались темы, которые прям вот можно сразу добавлять в банк. Они уже понятно про что они, они явно хорошие. Вот про лингвистику, про какие-то общественно-социальные явления. То есть всего три итерации правильной инициализации и какие-то темы уже найдены. Вот в принципе все, что я хотел вам рассказать сегодня в этой презентации. Если есть вопросы, я могу попытаться на них ответить. Добрый вечер. Меня зовут Веселова Евгения и я расскажу вам о балансировке в темах в тематическом моделировании. Общая постановка задачи. Во-первых, тематическое моделирование строится на трех основных гипотезах, из которых почти что прямо следует наличие проблемы балансировки тем. Первая гипотеза о том, что при разложении, при анализе текстов по содержащихся одним словам мы можем выбрать какое-то конечное множество скрытых переменных темы, относительно которых мы можем строить разложение на две матрицы. Разложение на матрицу распределения слов по темам и разложение на матрицу распределения тем по документам. Вторая это гипотеза о bag of words о том, что порядок слов не влияет на искомые нами распределения. И третья гипотеза гипотеза условной независимости, что вероятность появления слова в теме не зависит от документа, который мы рассматриваем. Я считаю, что именно из третьей гипотезы и появляется проблема несбалансированности в математическом моделировании. Краткое описание проблемы. При построении тематических моделей на коллекциях, в которых сильно выражена несбалансированность, где несбалансированностью называется отношение минимально-максимально мощностей тем друг к другу в коллекции, при наличии несбалансированности больше пяти зачастую получается так, что маленькие темы размазываются по большим темам, а не выделяются в отдельные. Пример. Рассмотрим коллекцию на 900 документов по биологии и 10 документов по математике. Если мы построим модель на две темы, то эта модель выделит только две темы по биологии в одинаковых пропорциях 455 на 455 документов, вместо того, чтобы выделить две темы биологии и математику, одну на 900 документов, другую на 10 документов. Понятно, что если строить модель на 91 тему, то одна из тем выделится как темы по математике, остальные 90 выделятся как темы по биологии, разбитые на бачи по 10, около 10 документов. Но тем не менее, нам бы хотелось научиться восстанавливать правильные темы на коллекциях даже с высокой степенью и сбалансированности. Собственно, как оценивается восстановление степени и сбалансированности? По анализу мощностей построенных тем, по анализу топ-слов полученных тем и по анализу радиуса семантической однородности для каждой из тем. Далее расскажу подробно о третьей метрике. Почему есть предположение, что именно из третьей гипотезы независимости распределения слов по документам появляется несбалансированность? Очень часто в коллекции топ-слова одной из тем являются якорными словами для темы. Скажем, уже рассмотрим в примере биологии и математика слова по математике никак не будут входить в топ-слова коллекции связанной с биологией, но при этом они не выделятся при построении модели на две темы. И учитывая, что вероятность слов в теме должна быть высокой, но при построении модели на две темы эти вероятности будут, вероятности появления слов из математики не будут зависеть от темы, которую мы рассматриваем, потому что обе темы будут по биологии, кажется, что именно анализ с вероятностью ПВДТ может помочь. И более того, здесь по сути предположение о том, что ПТД связано с ПВДТ, так происходит. Сейчас расскажу о некоторых экспериментах, которые были мы проведены относительно уже имевшихся методов решения проблем балансировки и расскажу о выводах, которые были сделаны в процессе этих экспериментов, которые привели к появлению нового регуляризатора для балансировки. Первый метод это рассмотрение модели LDA для тематического моделирования и перенормировка параметров в дирехле в распределении LDA. Видно, что на слайде записана форма регуляризатора, который задает LDA в RTM и на каждом шаге оптимизации можно делать перенормировку параметров бета и альфа в зависимости от того, как мы хотим влиять на строящуюся модель. Был приведен эксперимент по перенормировке бета и альфа в зависимости от мощности каждой из тем. То есть чем больше становилась перенормировка тема, тем больше мы увеличили альфа для того, чтобы поддержать рост больших тем и поддержать уменьшение маленьких тем. Но, к сожалению, К сожалению, эффекта данная перенормировка не дала. Гипотетически, в связи с тем, что в RTM восстановление матрицы Т идет по матрице φ, и влияя на альфа во втором шаге ЕМ-алгоритма при нормировке, мы, тем не менее, не сильно влияем на φ. Значит, нужно глубже уходить вручную в реализацию ЕМ-алгоритма и самостоятельно перенормировать и φ, и θ, либо рассчитывать φ и θ параллельно, а не θ по φ. Следующая перенормировка — распределение ПТДВ. Были выдвинуты, опять же, две гипотезы. Обе проверенные, обе не принесли явных результатов. Первая гипотеза о том, что необходимо каждый раз производить вероятность отнесения слова к теме на мощность темы для того, чтобы не поддерживать отнесение слов к темам с большей мощностью. Семя всех слов к темам с большей мощностью. Этот подход давал видимые результаты на первых трех-пяти итерациях обучения, но дальше размеры тем опять сводились к размерам тем, которые происходили без перенормировки. То есть при обучении модели на 15 эпох, к 15 эпохе, и модель без каких-либо модификаций, и модель с переблансировкой сходились к одним и тем же темам, к одним и тем же размерам тем. Вторая гипотеза была о том, что, как и в случае с людей, стоит поддерживать рост больших тем. Гипотеза тоже не дала результата, поэтому в качестве опоры для построения регуляризатора для балансировки использовалась первая гипотеза. Третьим экспериментом было проведение инициализации матрицы ФИ согласно уже заранее известному распределению документов по темам. Бралась коллекция, в которой документы были тематизированы, коллекция лента, где каждому документу соответствует тег, по сути являющийся темой документа. То есть брались коллекции на 8 тем, бизнес, политика, музыка, кино, пресса и подобное, и происходила инициализация матрицы ФИ согласно уже известным распределениям документов по темам. В случае, когда инициализация происходилась с заполнением нулями слов, которые не принадлежат к теме ни разу, то есть чем-то похоже на подход моего коллеги с использованием якорных слов, в данном случае баланс тем сохранялся, причем сохранялся идеально согласно начальной инициализации. В случае, когда в матрице ФИ нулевые вероятности отнесения слов к темам заполнялись очень маленькими значениями, через 30 итераций обучения матрица ФИ влияние инициализации полностью пропадало, и финальные темы модели с инициализацией становились идентичны финальным темам модели без инициализации. Соответственно, гипотеза о том, что баланс и нормировку нужно поддерживать, и что, возможно, ключевые слова являются важными элементами в балансировке, она также присутствует, и использование ключевых слов — это один из возможных этапов модификации и улучшения моего регуляризатора. Собственно, на основании проведенного эксперимента с перебалансировками вероятности ПТДВ было предложено использовать регуляризатор, чем-то схожий с регуляризатором LDA, но влияющий, строящийся не в матрице ФИ не для каждого слова, это и в матрице Альфа для каждой темы, а в матрице ФИ, влияющий на каждое слово согласно темам слов. То есть в виде регуляризатора этот топик-прирегуляризатор выглядит как влияние на логарифм ФИВТ посредством добавления множителя сопоставленного теме слова, и внизу видно, как на каждом шаге ЕМ-алгоритма происходит обновление вероятности ФИ. То есть в общих словах каждому слову сопоставляется вероятность отнесения слова к теме пропорционально некоторой априорной вероятности темы находиться в коллекции. Соответственно, бета-Т — это априорные вероятности того, что тема лежит в коллекции, и чем больше бета-Т, тем существеннее тема для данной коллекции, тем больше слов будет отнесены именно к этой теме. Соответственно, был проведен эксперимент, в котором бралась коллекция на две темы, на две темы с примерно одинаковыми размерами документов, поэтому несбалансированность темы здесь равна 10, внести ПТ-1, ПТ-2 — это 10. И брался регуляризатор, в котором бета были пропорциональны несбалансированности в коллекции, точнее пропорциональны размерам тем в коллекции. То есть вероятность отнесения документов к одной из тем была в 9 раз меньше, чем вероятность отнесения документов слов к другой из тем. Соответственно, видно, что на модели с регуляризатором и без регуляризатора сильно отличаются итоговые полученные темы по топ-словам, по количеству отнесенных к темам документов через ArdMax Theta и по мощностям тем. Каждая модель обучалась по 30 эпох. То есть это не влияние начальных инициализаций, не влияние случайных инициализаций матриц Фиитета, а влияние именно регуляризатора. Кроме того, был приведен большой эксперимент на модели на 8 тем, причем модели с различными балансами тем в коллекции. Брался параметр бета с значениями пропорциональными размерам тем во всей коллекции. И можно мне поверить, можно потом посмотреть на топ-слова. Можно, в принципе, взглянуть на размеры тем. И видно, что в модели без регуляризатора размеры тем отличаются максимум меньше, чем в полтора раза, в модели с регуляризатором в три раза. Кроме того, параметры регуляризатора можно подбирать и адаптировать под коллекцию, добиваясь, возможно, еще лучших результатов. Пока регуляризатор требует подбора параметра бета, то есть априорной вероятности отнесения слов к конкретной теме. И этот подбор хотелось бы адаптировать и улучшить. В качестве одной из модификаций было предложено использовать самплирование параметра бета из распределения дирехле, то есть только предполагая степень избалансированности коллекции, брать параметры для распределения дирехле согласно степени несбалансированности. Скажем, если мы считаем, что коллекция сбалансирована и хотим применить регуляризатор, то мы берем параметры для распределения дирехле очень маленьким, чтобы все значения беты были примерно идентичны. Если нам неизвестна степень несбалансированности коллекции, можем взять параметр единицы для того, чтобы получить бета любой степени несбалансированности. Если мы считаем, что коллекция сильно несбалансирована, в качестве параметра распределения дирехле можно взять большое значение и, соответственно, получить бета с какой-то большой несбалансированностью и так подбирать нужный параметр для рассматриваемой коллекции. Кроме того, из еще пока не осуществленных модификаций, но из предполагаемых, есть перенормировка вероятностей для каждого слова на шаге. То есть сейчас бета берется различным только по T. То есть, по сути, на каждом шаге к матрице Фи прибавляется матрица регуляризации, которая одинакова по столбцам. Хотелось бы сделать перенормировку по каждому из слов согласно матрице Фи, согласно среднему для каждого из слов в матрице Фи, согласно дисперсии в каждом из слов в матрице Фи. И, кроме того, возможно, хотелось бы менять бета T на каждой итерации согласно получающимся размерам тем. То есть автоматически адаптировать бета T к строящейся модели. Вот это в будущем, а пока у нас есть неплохой способ улучшить качество строящихся тем на коллекциях с высокой степенью несбалансированности. Все, что я хотел рассказать. Добрый день. Меня зовут Кольцов Сергей. Я представитель питерского филиала высшей школы экономики, работаю в лаборатории интернет-исследований. По первому образованию я физик, занимался обсчетом движения заряженных частиц для целей энергоанализа и массоанализа, что, по сути дела, тоже является своего рода классификатором, только классификатор частиц. А сейчас, по второму образованию, я являюсь социологом и работаю в лаборатории. Мы используем тематическое моделирование для всяких социологических целей. Например, для вычисления хейт-спича, для определения, кто о чем пишет в благосфере, ну и так далее, и так далее. И работая с различными алгоритмами, столкнулись с тем, что, несмотря на то, что тематическое моделирование является достаточно очень мощным инструментом, полезным для социологов, там есть масса проблем, с которыми необходимо работать. И самая основная проблема – это как настраивать параметры в тематических моделях. И поскольку я физик, то я попробую изложить немножко иную точку зрения, отличную от точки зрения чистых датамайнеров. И сначала я расскажу про то, какие есть вообще виды энтропий. Несмотря на то, что в области машинного обучения активно используются энтропии, но используются в основном именно энтропия Гипса Шеннона, обычный логарифм. А я расскажу про так называемые деформированные энтропии, потому что существует целое направление в области статистической физики, так называемой физико-деформированных состояний, где есть параметры, определяющие некие деформации. И расскажу о том, как можно развить энтропийный подход для анализа тематических моделей с привлечением идеи статистической физики. Приведу примеры с экспериментами, если в конце хватит времени, просто покажу работающий код. Итак, первое. Стандартная энтропия, которая используется в области машинного обучения и физики, это энтропия Шеннона или Гипса Шеннона. Это логарифм от вероятностей. Энтропия Шеннона, в общем-то, характеризует в физике, когда мы имеем какое-то такое хаотическое состояние, распределение молекул газа. Однако есть еще класс энтропий. Я тут привожу как бы две энтропии, хотя их на самом деле гораздо больше. Одна из них известна энтропией Реньи, которая представляет собой типа а-ля PowerLaw распределений, потому что у нас вероятность в какой-то степени, где Q является параметром деформации. Что это такое параметр деформации? В разных разделах физики используется по-разному. Есть еще двухпараметрическая энтропия, так называемая энтропия Шарма-Металла, у которой есть два параметра деформации. И при вариации этих параметров можно получить в одном случае, в предельном случае, энтропию Шеннона, в другом случае энтропию Реньи, в третьем случае энтропию Салеса, например, очень известного физика. И вот эти идеи, используя этих деформированных энтропий, можно, с моей точки зрения, использовать для целей анализа и настройки тематического моделирования. Ну да, она в основном, она характеризует... Для Реньи энтропии, да то же самое практически, только она имеет разницу в промежуточном состоянии, в промежуточном поведении. И еще, дело в том, что энтропия Шеннона, она ведет себя... Ну вот, например, если мы делаем кластерный анализ, да, и берем, скажем, межкластерное расстояние и меняем число кластеров, то вот такое межкластерное расстояние с увеличением числа кластеров ведет вот таким образом. И дальнейшее увеличение кластеров в принципе ничего не дает. Таким же образом ведет себя энтропия Шеннона. Но, собственно говоря, это проблема, почему так нужно делать. И для решения, кстати, в кластерном анализе есть так называемый метод скачок, когда энтропия Шеннона преобразовывают хитрым образом. А вот энтропия Реньи себя ведет по-другому. Я покажу, собственно, как она себя ведет. Это единственная масса случайно, когда она принимает в разных расстояниях, и у теста R-логовая выстремляет на скачок. Да. Итак, я буду рассказывать в основном про два направления и использовать тесты из двух направлений. Одно направление связано с ЕМ-алгоритмом, это PLSA или, например, варианты BGRTM. То есть это все модели на ЕМ-алгоритм. Второе направление в тематических моделях это модели на основе процедуры сцемплирования гипса, где вероятность слова в документе описывается через интегралы. Соответственно, происходит блуждание во многомерном пространстве и так далее. Есть еще третье направление, но в рамках это так называемого процесса Дерихле. Но я не буду рассказывать про это сейчас. Итак, проблема тематического моделирования заключается в том, что когда мы пытаемся восстановить скрытое распределение, мы должны бороться с такими вещами, как непонятно брать сколько тем, а также как выбирать параметры, гиперпараметры наших моделей. Они будут совершенно разные. Ну, например, это могут быть параметры альфа и бета в моделях процедуры сцемплирования гипса, или, например, коэффициенты регуляризации в моделях BGRT, можно по-разному, не ясно, как их отбирать, потому что эти параметры входят явным образом, и пользователь их задает. Но при этом сами параметры на самом-то деле очень сильным образом влияют. Что является результатом тематического моделирования безотносительно к типу модели? Первое – это распределение слов по темам. Здесь уже отсортированы слова вместе с вероятностями. Есть одна, вторая, третья, десятая и так далее эти темы, где каждое слово, отсортированное по вероятности, имеет свою вероятность. И мы получаем список этих слов. Как правило, социологи работают с топом слов, ну, типа там 100-200 слов топовых с высокой вероятностью. Второе – это, естественно, распределение документов по темам. В рамках моего сегодняшнего рассказа я буду рассказывать в основном только про матрицу распределения слов по темам. То же самое можно сделать с документами. Эксперименты мы проводили в нашей лаборатории только по словам. Итак, давайте посмотрим на тематическое моделирование и вообще на эту систему с точки зрения физика. У нас миллионы документов, миллионы слов. Давайте попробуем представить, что вот эти документы, эти слова представляются статистическую систему, которая может находиться либо в хаосе, либо в упорядоченном состоянии. И вот меру хаоса или меру упорядоченного состояния можно мерить при помощи классического подхода, при помощи энтропии. При этом известно, что энтропия хаоса имеет максимальное значение, а также энтропия равномерного распределения тоже имеет большое значение. Следовательно, неравномерное распределение, то есть упорядоченное распределение, должно характеризоваться минимум энтропии. Ну, простой пример. Энтропия Шеннона, она убывает с увеличением числа тем или числа кластеров. Хотя при этом, по идее, должно получаться приблизительно равномерное расстояние, равномерное распределение, но энтропия Шеннона этого не позволяет делать. Так вот, такую статистическую систему можно анализировать при помощи классического подхода, а именно при помощи энтропии, стандартной энтропии Шеннона, при помощи внутренней энергии, при помощи так называемой температуры. Что можно подразумевать под температурой? И я предлагаю под температурой в текстовых сатистических коллекциях рассматривать именно число кластеров или число тем. И таким образом мы можем строить одну простую вещь под названием свободная энергия, которая является Е-ТС, где Е – это энергия. Я покажу, как это можно посчитать для тематической модели. Т – температура – это число кластеров или число тем. С – это стандартная энтропия Шеннона. И мы, соответственно, можем это дело мерить. И почему эта штука удобна? Дело в том, что когда мы говорим про тематическое моделирование, мы всегда задаем начальные распределения, как говорили предыдущие докладчики. Эти распределения начальные в случае, например, Е-малгоритмов – это случайное задание матриц. Энтропия такого состояния максимальна. В случае алгоритмов сэмплирования ГИПСа начальное распределение слов – это константа 1 делить на число слов уникальных. Это постоянный, ну, flat distribution. Энтропия тоже такого состояния, тоже большая. И когда мы делаем тематическое моделирование, мы, по сути дела, приходим в упорядоченное состояние, то есть мы извлекаем эти данные, да, энтропия системы понижается, а следовательно, мы можем ее мерить. А следовательно, мы можем предположить, что оптимальный подбор параметров будет соответствовать такой ситуации, когда тематическое моделирование, точнее, энтропия тематической модели, зависящая от кучи параметров, будет давать наименьшее значение. Как им это можно померить? Ну, давайте себе представим, что происходит тематически со словами при ходе тематического моделирования. Дело в том, что при тематическом моделировании распределение слов становится таковым, что слова с высокими вероятностями, их всего, вот вообще говоря, приблизительно 3-5% от всех слов, а остальные 95% это слова с маленькими вероятностями. Поэтому мы можем сформулировать то, что можно назвать функцией плотностью распределения слов, которая себе представляет число слов выше какого-то порога, а в качестве порога можно взять 1 делить на v, где v это число слов в датасете, уникальных слов. Таким образом, функция плотности распределения является число слов выше порога, поделенное на общее количество так называемых микросостояний, потому что слова могут принадлежать разным темам. Общее число ячеек в такой батрице это v делить v, помноженное на t, где v число слов, t число тем. И эту функцию можно измерять напрямую в экспериментах при вариации различных гиперпараметров тематического моделирования. Дальше. Второе, что мы можем посчитать, это то, что можно назвать энергией тематического моделирования, внутренней энергии. Это сумма вероятностей вот этих слов, которые выше порога, но нормированную на общее число, на общую сумму всех вероятностей. А в тематической модели сумма всех вероятностей по всем темам это ровно t. Поэтому мы можем поставить, таким образом, e равняется t помножить на логарифм от p с крышечкой. И мы, соответственно, таким образом можем строить вот такую вещь, свободную энергию мерить, которая считается вот таким образом, в терминах двух всего лишь экспериментально измеряемых величин. Сумма вероятности слов выше порога, поделенную на нормированную, и сумма таких состояний, микросостояний, то есть функция плотности. При этом, сейчас минутку, при этом энтропия ведет себя как падающая штука, а энергия ведет себя как возрастающая штука. И чем хорошо, почему физики-то меряют свободу энергии? Потому что они меряют именно разность между одним процессом, который падает, и другим процессом, который возрастает. Поэтому там существует баланс. Где-то должна находиться точка, где у нас два процесса балансируют друг друга. И этот процесс, вернее, точка баланса – минимум свободной энергии. А известно, что, например, для многих биологических состояний и для физических состояний существуют такие состояния со свободной энергией, у которых есть минимум. И они в этом состоянии достаточно устойчивы. Вы хотите что-то сказать? Да, у меня вопрос, что там состоится в энтропии системы. Энтропия системы – это логарифм от вот такой функции, где под функцией плотности слов подразумевается отношение число слов выше порога, то есть число слов с высокой вероятностью. Именно число слов. Слово – это слово говорится? Слово в матрице фи. У нас есть слова, есть темы. Вот их число, этих ячейк в этой матрице, чья вероятность выше порога? Немножко не понимаю, то есть по матрице – это столбик? Нет. Смотрите, вот у нас есть матрица. А вот это тема? Да. Вот это тема. Первая, вторая. Здесь у нас вероятности какие-то. Это V1, V2, V3. Мы можем почитать, сколько ячеек, где у нас P больше, чем 1 делить на V. Сколько таких ячеек во всей матрице, поделенные на общее число. А общее число матрицы, общее число таких ячеек – это V помножить на T, правда? Это будет единица. Потому что если мы имеем равномерное распределение, где V, где у нас P равняется 1 делить на V в начальном состоянии, ровно будет по всем суммам, это будут все ячейки, V помножить на T, делить на V на T, будет единица. То есть у нас меняется от единицы и дальше вниз падает. Да, мы меряем разреженность матрицы, да. Мы только меряем ее конкретным образом, вот таким. Дальше, на самом деле, гораздо интереснее является даже не свободная энергия, а то, что называется энтропиерение. Дело в том, что свободная энергия может выражена быть через энтропиерение при помощи так называемого экскорт преобразования или экскорт распределения и стат суммы. И в итоге у нас получится, я просто привел пример, в итоге у нас получится вот такое выражение, что энтропиерение – это не что иное, как свободная энергия, поделенная на число тем без единицы. Это, в общем, достаточно известный вариант. И мы можем в экспериментах при помощи измерения двух конкретных величин, число слов с высокой вероятностью и суммы этих вероятностей, посчитать свободную энергию, посчитать энтропию Ириньи. И тем самым, варьируя параметры нашей модели, смотреть, а как себя ведет энтропия Ириньи при вариации параметров. Давайте посмотрим, как это себя ведет. Были задействованы следующие датасеты. Например, датасет 20 Topics News, известный датасет. И еще я в качестве… у нас был еще один датасет, валяется где-то русскоязычный датасет по живому журналу, который мы закачивали. И, соответственно, мы его гоняли, вот эти два датасета, для разных моделей. Итак, мы использовали модель PLSA, модель VLDA, VLDA – это вариационная Блейбская модель, и модель LDA, процедура сэмплирования гипса, еще одна модель, в которой процедура сэмплирования гипса была сделана так, чтобы в рамках окна задавалась, допустим, по двум-трем ближайшим словам одна тема. То есть как бы сэмплировали окнами, такой гранулированный вариант. Вот так себя ведет энтропия Шеннона. С увеличением числа тем, цветом выделены разные модели. Например, LDA сэмплирования гипса – черный цвет, гранулированный вариант – красный цвет, зеленый цвет – это VLDA-EM-алгоритм Блейбский, PLSA-EM-алгоритм стандартный. Вот этот PLSA, кстати, это как раз из библиотеки BGRT я использовал, ну, чтобы сказать, что это честно посчитано на разных софтах. Видно, что с увеличением числа тем у нас просто вот так вот все падает, и мы не можем выбрать число тем, ну, никак. Это не дает. Собственно, поэтому энтропия Шеннона неэффективна. А вот так себя ведет модель, вернее, энтропия Реньи. И видно, что в этом случае мы в самом начале имеем резкие, большую величину энтропии при маленьком числе тем. Но оно понятно. Маленькое число тем – это означает, что модели не хватает числа параметров, поэтому результаты очень плохие. Но если мы начинаем бесконтрольно увеличивать число тем, то наша энтропия тоже увеличивается. Почему? Потому что, если мы вспомним, что такое распределение слов по темам, это, грубо говоря, одна строка в матрице – это частота этого слова. Это можно себе представить как кашу. Мы берем кашу, кладем тарелку. Если тарелка маленькая, то каша как-то бугрится. Но как только мы начинаем увеличивать размеры тарелки, не меняя частоту слова, то есть не меняя размер каши, каша начинает равномерно размазываться. Мы получаем flat distribution, то бишь наша энтропия тоже должна идти максимально, а следовательно где-то находится минимум. Поскольку для данного датасета известно было число тем, приблизительно, например, кластерный анализ, проведенный там рядом ученых, они использовали разные модели кластерного анализа, они показали, что разные варианты кластерного анализа на этом датасете 20 topics news дает приблизительно где-то 15-20 тем. Прямое измерение тематических моделей показывает действительно, в районе 15-20 тем является какой-то минимум, который соответствует числу тем в размеченном датасете. Забавно, да? Красная линия, это как раз гранулированный. Гранулированный метод сэмплирования показал замечательную вещь. 100% стабильность. Другая проблема тематически моделирования, это нестабильность. А вот гранулированный метод показал 100% стабильность. То есть я сколько раз не запускал модель, я все время получал одни и те же темы. Но существенная доля тем была неинтерпретируема, потому что когда мы сэмплируем большими кусками окнами, мы получаем очень левые, но стабильно воспроизводящие темы. Но при этом энтропия замечательная, но она неправильно угадывает. То есть регуляризация при помощи вот такого окна ведет к неправильному выбору числу тем. То есть не всякая регуляризация на самом-то деле хороша. Кстати, есть отдельная работа, в которой мы проверяли, насколько регуляризация влияет на число стабильных тем. Так вот, разные типы регуляризации дают разное число стабильных тем на одном и том же датасете. А вот так себя ведет энтропия Ренни на датасете с неизвестным числом тем. Просто вот какой-то датасет, который у нас был, там порядка 100-счем-то тысяч документов. Обратите внимание, что вот черным цветом, это процедура сэмплирования гипса, он показал, что существует в датасете, может существовать несколько локальных, есть глобальный минимум, есть несколько локальных минимумов. То есть не обязательно наличие одного минимума, а есть какие-то еще дополнительные локальные минимумы. Кстати, глобальный минимум с точки зрения социологов вообще вещь неинтересная. Ну что такое тематическое моделирование на 20 тем? Да ничего, это ни о чем, потому что это политика, спорт и так далее. А социологу интересны не глобальные темы, а какие-то более специализированные темы. И вот сейчас для этого датасета, например, на 110-120 тем, социологи действительно там видели интересные и вменяемые темы. Это отдельная тема, да, соответственно. И мы этим делом как раз сейчас занимаемся. Просто это еще эксперименты не готовы. Но я скажу так, нам удалось при помощи этой модели на процедурах на коде Блея иерархической модели HDPD угадать число тем. Следующее. Я все время говорю не по отдельности тема, а все вместе, да. И мы можем посмотреть, а какие топовые слова меняются при изменении числа тем, например. То есть мерить не тему к теме, как это, например, делается при помощи кулбака лейблера, а целиком. Вот у меня есть топовые слова по всем темам, и они как-то должны воспроизводиться. Мы это можем померить при помощи обыкновенной меры Жаккара. И когда мы стали мерить совокупность топовых слов в одном тематическом решении, потом в другом при изменении числа тем, мы получили вот такие картинки. Семантическая связанность при изменении числа тем резко падает. То есть есть какие-то периоды, где наши темы воспроизводятся вообще 100%. Но есть какие-то области, где при изменении числа тем происходит резкое падение связанности. То есть слова совершенно другие. Чем это объясняется такая периодическая структура, непонятно. Пока мы не знаем. Единственное предположение, что в моделях, по-видимому, скрыто распределение, которое описывается через комбинации гамма-функций, которые имеют период. Но это мое предположение только лишь. Это надо доказывать. Эта периодическая структура Жаккара позволяет нам, в принципе, как-то учитывать семантическую связанность при изменении параметров. И это можно, если это визуализировать, да, это вдоль оси показаны. Ну, то есть 2 с 4, ну так далее сравнивается. А если посмотреть общую структуру, да, то это выглядит вот так, семантическая стабильность. То есть есть какие-то области стабильные, а есть какие-то маленькие промежутки, где эта стабильность падает. То есть коэффициент Жаккара становится резко ниже. Темы. Вот, например, тема 122 меряется с темой 14. Коэффициент Жаккара. Но еще раз говорю, меряется не с темы по отдельности, а просто совокупность, облако слов с высокой вероятностью. Потому что мы не рассматриваем темы по отдельности, мы рассматриваем как совокупность состояний с высокой вероятностью. То есть у нас есть 2 модели на 324 темы? И на 14 темы. В каждой модели померили топовые слова. Их по Жаккару сравнили. Это те же самые слова или нет? А, 1 на 324, 2 на 324? Да. А, то есть, а точнее, 1 на 324 и еще 1 на сколько получится? Ну, мы варьируем в диапазоне, от 2 до 324. И потом попарно сравнивали. 2 с 324, 324 с 313, там, 300, или 218 с 230. Это вот такая получилась треугольная матрица. То есть есть периодическая структура. Это забавный эффект, который никто не видел, но тем не менее. Причем это воспроизводится на разных моделях. То есть это не обязательно чисто глюк одной программы или одной модели. Это воспроизводится везде. Таким образом, мы можем, в принципе, учесть семантическую связанность при вариации параметров. И для этой цели мы можем задействовать так называемую двухпараметрическую энтропию Ренни. Двухпараметрическая энтропия Ренни... Прошу прощения, шарма металла. Двухпараметрическая энтропия в частом случае совпадает либо с энтропией Ренни, либо с энтропией Цалеса. Она выглядит вот таким образом. И один из них параметр является Q. Один делить на T, на число тем. А второй параметр непонятен. Мы решили в качестве второго параметра использовать коэффициент Жакара. При этом получается забавная вещь, что 1 минус R в этой формулировке, это коэффициент Жакара, который меряется при изменении числа тем. И 1 минус R это не что иное, как расстояние Жакара. Вообще говоря, известное в литературе. Если взять эту энтропию шарма металла и, например, R стремить к единице. Будем предполагать, что у нас все темы совпадают с семантической точки зрения. И мы сразу получим энтропию Ренни. То есть двухпараметрическая энтропия является обобщенным вариантом других энтропий. Если взять, например, R стремить к нулю, то есть мы говорим, что мы отказываемся вообще от семантической штуки, то мы получим вот такую величину, E в степени R без единицы. Эта штука очень сильно напоминает на то, что называется перплексити. Потому что только это можно назвать деформированной перплексити. Потому что перплексити это E в степени от логарифма. То бишь это E в степени от энтропии Шеннона. А это получается деформированной перплексити. И обратите внимание, поскольку это E в степени, то там получаются очень дикие, большие значения этой энтропии. Итак, эта же энтропия Шарма-Металла также выражается простым образом через два экспериментально определяемых параметра. Через функцию плотность распределения слов и через сумму этих вероятностей этих слов. Выглядит это вот таким образом. Таким образом мы можем мерить в ходе эксперимента не энтропию Ренея, а мерить энтропию Шарма-Металла, в которой учитываются сразу два параметра. Семантическая связанность при изменении числа параметров, а точнее при изменении числа тем, и сама тема. Опять-таки, как это выглядит? Мы брали в данном случае две модели. В рамках этой энтропии Шарма-Металла это модель PLSA из Big AirTem'а и модель LDA, сэмплирование гипса японцев, не, китайцев. И меня считали датасеты, причем использовали два датасета. Один русскоязычный датасет, который называется лент, очень известный. В нем тоже известно число тем. В нем число тем варьируется от 7 до 10, потому что некоторые темы очень похожи. И датасет 20 Topics News. Посмотрите, как себя... Да, и при этом для того, чтобы сравнить такое поведение при изменении параметра, дело в том, что сам по себе PLSA, кроме числа тем, не имеет параметра, да? А LDA на сэмплировании гипса имеет два параметра, альфа и бета, которые нужно варьировать. Как себя ведут классическая метрика LogLikeHood для такого варианта? Вот, например, для датасета ленты ROOP. Черный цвет – это поведение, которое LogLikeHood на русскоязычном датасете при изменении числа тем, а красный, зеленый и синий – это сэмплирование гипса при изменении гиперпараметров. Красный цвет – это маленькие значения гиперпараметров, типа 0,1. Как только мы начинаем увеличивать, синий цвет – это гиперпараметры уже равны по единичке. И альфа равно единичке, и бета равно единичке. Это означает, что как только мы начинаем увеличивать наш эффект регуляризации, в данном случае это… То есть LDA, по сути, является регуляризированной версией PLSA, мы сразу начинаем ухудшать нашу модель в точках логарифма продоподобия. То есть ухудшаем. Давайте теперь… Это классическая метрика, используемая в методах машинного обучения. Давайте посмотрим, как себя ведет энтропия рейни или энтропия шарма металла. А вот так себя ведет энтропия рейни. Это для русскоязычного дета-сета. Видно, что красная и черная линия – это… Еще раз напоминаю, черная линия, они практически совпадают, это PLSA, красная – это LDA с маленькими величинами регуляризаторов, то есть параметров регуляризации. Как только мы увеличиваем величины, наша энтропия ползет вверх целиком. То есть она ухудшается. Это аналог, по сути дела, того, что показывает лог-лайки-худ. Лог-лайки-худ тоже ухудшается, он падает, а энтропия увеличивается в сумме. Но, в отличие от лог-лайки-худа, энтропия рейни показывает не только суммарное изменение, то есть ухудшение нашей модели, но еще показывает оптимальное значение число тем. И аналогичная ситуация для датасета 20 topics news. Ровно та же самая штука. Увеличиваем альфа и бета, мы ухудшаем нашу модель, вся кривая энтропии едет вверх, но при этом мы все равно можем более-менее определить наше число тем. Речь не идет, что мы 100% определяем 14, точностью до одной темы. Конечно, нет. Речь идет о каком-то небольшом диапазоне, где находится вот эта долинка. Если мы сюда еще добавим второй фактор, а именно семантическую связанность, то получится вот такая кривая. Да. Да. Красный цвет — это, соответственно, англоязычный датасет, русский — это черный цвет. Вот те, то, что я показывал раньше, вот те промежутки, где у нас падала семантическая связанность при переходе числа тем, приводят вот к таким диким скачкам. Поэтому для того, чтобы определить оптимальное значение число тем, нужно просто, грубо говоря, сделать зум и посмотреть вот эти маленькие штуки. Есть ли там это или нет. Сделали зум и увидели, что энтропия шарма металла на русском датасете также дает возможность увидеть число тем, известное в известном датасете. Еще раз я повторяю. Только его не видно, потому что у нас существуют большие скачки. Ну, наверное, мы все умеем делать зум наших данных, правда? Ну, вот таким образом себя ведет, например, англоязычный датасет энтропия шарма металла. Мы тоже можем увидеть, что у нас есть такая тенденция и оптимальное число тем, я говорю, оптимально известное, заранее известное в датасете, которое кто-то разметил до нас. Тоже в районе 20 тем. Кстати, семантическая связанность может смещать модельку. Вот, например, 20 topics news для при использовании только энтропии рения, если считать, то это будет в районе 14-15 тем. А если учитывать семантическую связанность, то смещается практически до 20 тем. То есть семантическая связанность, она влияет на энтропию рения. Если мы будем менять гиперпараметры альфа и бета, что произойдет? Наша энтропия шарма металла ведет себя таким образом. Черный цвет PLSA, красный цвет, цемплирование гипса с маленьким числом, величинами гиперпараметров. Как только мы увеличаем, вся энтропия шарма металла тоже лезет наверх. Таким образом, эти энтропии, энтропия рения или энтропия шарма металла полезны для анализа тематических моделей, потому что они одновременно позволяют мерить и изменение модели с точки зрения изменения типов регуляризации или настройки гиперпараметров, или же и одновременно мерить числу тем. В то время как log-like и hood или perplexity не позволяют это делать. Но можно пойти еще дальше, потому что на самом-то деле мы научились измерять энтропию рения, мы можем измерять энтропию шарма металла, грубо говоря, мы можем в принципе научиться отбирать модели с качественным поведением. Казалось бы, все хорошо, однако это все эксперименты на маленьких дата-сетах. Как только мы начинаем делать сеточный перебор, все, можно застрелиться, считать можно годами. Но тем не менее, статистический подход позволяет сделать еще шаг дальше к упрощению жизни. А именно, если мы посмотрим на это с точки зрения теперь мультифрактального поведения, нашей функции плотности в белогарифмических координатах, то получится, то есть вот у нас есть функция плотности распределения, мы возьмем белогарифмические координаты, и в этом смысле мы можем рассматривать нашу матрицу φ как некую сетку пространственную, в которой мы можем менять скейлинг, то есть масштаб. И под скейлингом тут подразумевается один параметр, число тем, потому что второй параметр в матрице, число слов, мы не меняем. И в этом случае белогарифмические координаты позволяют нам получить вот такие штуки. То есть на начальном этапе, когда мы начинаем менять число тем, мы получаем одну прямую линию, потом происходит то, что можно назвать фазовым переходом, и мы получаем другую прямую линию. Вот то, что зелененький, это как раз область оптимального числа тем, в которых энтропия рения минимальна. Это можно назвать информационным фазовым переходом. То есть у нас при добавлении числа тем у нас идет как бы одна настройка модели, потом наступает вот этот фазовый переход, модель переделывается и дальнейше, и снова начинает уже другое построение. Что при этом происходит? Ведь прямая линия – это не что иное, что функция наша ведет себя линейным образом, она как бы самовоспроизводится. То есть, по сути дела, как мы видели раньше, что за исключением каких-то маленьких там линий, где у нас происходит семантическое падение семантической связности, наши слова воспроизводятся. То есть мы предполагаем, что число тем, которые существуют, вот это число тем, описываем облаком слов с высокой вероятностью, они воспроизводятся, воспроизводятся. В начальный момент нашей разрешающей способности числа тем, параметра не хватает разрешить это облако, потом становится оптимальным, наступает переход фазовый, а потом он становится слишком мелким. Это как бы аналог, как на карте, мы меняем масштаб, вот мы большой масштаб, большой масштаб, мы холм не видим, он внутри квадратика, начинаем менять масштаб, начинаем видеть хорошо холм, все лучше, 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 в какой-то момент мы его видим идеально, а потом наш масштаб становится настолько мелким, что мы видим только кустик на одном, так и здесь. Но при этом получается, что функция распределения воспроизводится в том смысле, что поведение линейным образом. И это навело на мысль, а что давайте мы попробуем, а нет ли у нас такое воспроизведение, поскольку это получается а-ля фрактальный подход, а для фракталов известна очень хорошая методика, которая называется ренормализация. В чем заключается суть ренормализации? Сначала пару слов из физики. Идея такая, что у нас есть поверхность узлов, где каждая ячейка имеет определенный спин. Ренормализация – это процедура огрубления. Мы берем окружающие спины и говорим, что теперь у нас, допустим, было, вот у нас, допустим, один спин здесь, а как бы он наверх, здесь наверх, здесь наверх, а здесь вниз, а здесь наверх. А мы теперь говорим, что теперь вместо вот этих всего лишь один, одна ячейка с одним спином наверх. То есть мы тем самым огрубляем нашу модель. Такая штука оказалась очень эффективной в ряде задач статистической физики, и в 1998 году за эту идею дали Нобелевскую премию. В тематическом моделировании мы можем предположить то же самое. Только давайте себе предположим, что у нас есть матрица, слов, но будем округлять не по ячеечкам, потому что нас интересует распределение по темам, мы меняем параметр, а сливать темы между собой. Одну тему можем слить вместе, потом еще вместе, и так далее. И тем самым и при каждом сливании двух колонок, двух тем, будем пересчитывать нашу энтропию. И будем смотреть, а как она себя ведет? Будет ли влиять эффект вот этот на воспроизводство нашей кривой энтропии, если бы мы честно просчитывали все модели? Потому что, если мы считаем на 100 тем, потом на 99, потом на 98 и так далее, это занимает очень много времени. А если мы возьмем сразу на 100 тем, мы начинаем их огрублять вот таким образом, проводя ренормализацию. Итак, процедура ренормализации это процедура огрубления нашей матрицы. Мы берем готовое решение, ну примерно 100 тем, и каким-нибудь хитрым образом начинаем эти темы между собой сливать по разному принципу. И при каждом этапе сливания мы можем подсчитывать энтропию рени, а потом сравнить с тем поведением энтропии рени, если бы мы честно считали каждую модель по отдельности. Давайте посмотрим пока первый вариант. Ренормализация в процедуре сэмплирования гипса. Как это можно организовать? Результатом процедуры сэмплирования гипса является не вероятности, а частоты слов, вот это то, что счетчик называет это СВТ, это счетчик показывает, сколько данное слово было встречено в этой теме. Ну и поделенное, а вероятность, соответственно, будет просто счетчик, поделенный на общее число слов в данной теме. Если мы сливаем две темы, мы будем брать счетчики в одной теме, счетчики в другой теме, их между собой сливать и пересчитывать наши вероятности. А потом по пересчитанной вероятности мы пробежим опять по всей матрице, посчитаем число слов с высокой вероятностью, число слов с низкой вероятностью, посчитаем функцию распределения энтропиерии и построим кривую, как при изменении числа тем. Итак, процедура ренормализации будет заключаться в следующем. На первом этапе мы берем две какие-то темы, выбранные каким-то образом, об этом чуть попозже. Дальше склеиваем, получаем матрицу вот при такой суммировке, она уже сразу автоматически становится равной единице в сумме по всем вероятностям. Потом мы одну колонку уже удаляем, ее выбрасываем, потому что это сумма, она вошла уже в другую колонку. И так, шаг за шагом, гоняем до тех пор, пока от 100 тем не останется две темы. Возникает вопрос, а как мы можем эти темы объединять? Потому что на самом деле принципы объединения, их существует масса. И сегодня я расскажу об экспериментах, которые мы проводили по трем принципам объединения. Первый принцип это объединение тем на основе минимума меры клуба колейблера, когда две темы похожи друг на друга, как два распределения. Это первое, потому что это хорошая идея, казалось бы. Вторая тема, это на основе минимума, так называемой локальной энтропии рени, потому что все, что я рассказывал, можно посчитать по всей матрице энтропии рени, но можно посчитать и по отдельной, энтропии рени только по одной колонке, по одной теме. Таким образом, мы можем считать, что тематическое моделирование это как совокупность локальных энтропии рени в каждой теме. И мы будем сливать те темы, у которых величины минимальные. И третье, тупо просто генерируйте случайное число, объединяйте случайные колонки. Как себя ведут эти энтропии рени? Первый принцип случайного объединения. Черным цветом это модель, в которой мы честно рассчитывали, меняя число тем. Это для русскоязычных датасет модель LDA сэмплирования гипса. Вот он черным цветом идет. Это энтропия рени, где честно просчитывалась вся модель. То есть мы брали две темы, считали тематическое моделирование, потом на три темы и так далее до ста тем. А остальным цветом выделены модели, которые получены при искусственном случайном объединении. Мы посчитали одну модель на 100 тем, а потом ее искусственно сжимали, эту матрицу. Посмотрите, поведение практически идентичное. Конечно, при случайном объединении наши минимумы энтропии, они флуктуируют. И в частности для русского датасета флуктурация была где-то в пределах от 5 до 13 тем. Но если мы случайным образом допускаем, скажем, 5 раз, а потом это просуммируем у средних, мы получим ровно то же самое число тем, если мы считали бы честным образом, запуская 100 тематических моделирований. Таким же образом мы можем посчитать, если мы сделаем объединение на основе принципа минимума, то есть объединять колонки не случайным образом, а если у нас есть минимальные значения в каждой колонке энтропии ренья. В этом случае это выглядит вот так. Черный цвет это полноценный расчет, а красный это ренормализационная кривая. В любом случае она отличается, конечно, но она отличается не настолько сильно, мы все равно приблизительно можем оценить область. Вообще говоря, ренормализационные модели это не точные модели, а это модели основанные на определенных допущениях, и они приближенные, но даже в этом приближенном случае нам не нужно в принципе считать все 100 моделей, точнее 99 моделей, а достаточно посчитать одну модель и сделать ренормализацию. А вот теперь кулбек-лейбл как сработал? А кулбек-лейбл никак не сработал, в том смысле, что он сработал очень плохо. Ренормализация на красный цвет, ренормализация при помощи кулбек-лейбл привела к тому, что наша кривая не соответствует кривой энтропиирении, посчитанной честным образом. И это странно. Нет, вы как раз используете симметричную меру. Мы на симметричную меру, я покажу. Поэтому, почему так получилось, я не могу сказать. Но вот самый лучший результат получился, конечно же, при процедуре на основе минимума, объединения на основе минимума локальных энтропиирения. Для англоязычного датасета случайно, 20 topics news. Черный цвет, опять-таки, честно посчитанная модель, а цветные это случайное объединение, то есть мы случайным образом объединяли. Опять-таки, у них разные минимумы, но если их усреднить, мы получим один и тот же результат, сильно совпадающий с моделью, которая честно посчитанная. Ну, аналогичным образом на основе минимума энтропиирения для англоязычного датасета. Опять же, здесь еще даже лучшее совпадение, документов больше просто на самом деле, в два раза. В принципе, можно сказать, что область минимума соответствует вот этим. Известно, что для данного датасета число тем приблизительно 14-20 тем. Ну и, наконец-таки, кулбы-клэйбер тоже неправильно сработало. Казалось бы, может быть, это эффект всего лишь одной модели тематической, а именно сэмплирования гипса? Нет. Другой пример. Процедура, которая считалась по коду Блея, а именно вариационная модель. В этой вариационной модели результатом всего лишь две вещи. Матрица распределения слов по темам и вектора. Вот эта модель как раз Блея, она сама подсчитывает коэффициенты альфа для каждой темы. Поэтому для нее можно по-другому сформулировать принципы нормализации. Он похож, мы объединяем темы, но объединение просто по-другому считается через экспоненту от гамма-функций. И просто таков вывод у Блея. Сумма вероятности слов в каждой теме помножена на экспоненту от гамма-функций от коэффициента альфа, характеризующей данное распределение. Вот такое суммирование. Дальше мы, естественно, суммируем альфы, поскольку мы уменьшаем размерность. мы их нормализуем с тем, чтобы получить аналогичное решение, потому что сумма всех коэффициентов всегда равняется единице. Ну и таким образом мы можем запустить и подсчитывать эту энтропию реньи при процедуре ренормализации. Снова берем модель на 100 тем и начинаем ее искусственным образом сжимать. Так себя ведет случайное объединение. Черный цвет это модель посчитанная на русскоязычном датасете по модели Блея, а цветные это случайное объединение. Да, оно слегка отличается, но в принципе минимум все равно приблизительно один и тот же. Как себя ведет ренормализация на основе объединения по минимуму энтропии реньи? Опять же, черный цвет это живой расчет, красный цвет это ренормализация. Опять-таки область минимума у нас очень похожа, очень близки. Вот эти флуктуации связаны с тем, что в принципе тематическое моделирование флуктуирует, нестабильность. Ну и наконец-таки последний результат объединения на основе колбака лейблера. И для этой модели объединение ренормализации на основе колбака лейблера не работает. Ну в смысле по ней невозможно угадать вот это оптимальное число тем заложенное в известном датасете. Ну и наконец, насколько это эффективно? Для того, чтобы посчитать всю модель, например, русскоязычный датасет для VLDA, нужно потратить 780 минут на моем ноутбуке. Для того, чтобы просчитать англоязычный датасет, 20 topics news на моем ноутбуке занимает 1320 минут. Для того, чтобы посчитать модель на 100 тем на русском языке 100 тем. Русскоязычный датасет занимает 26 минут одна модель, да, и 40 минут занимает посчитать на 100 тем для англоязычного датасета. А если сделать ренормализацию, например, запустить только одну процедуру ренормализации на основе случайных, это занимает одну минуту. Объединение ренормализации на основе ренни занимает одну минуту, приблизительно одну минуту, я секунду упустил. Ну и кулбек-лэбер, он считается помедленнее 3 минуты. На датасете 20 topics news 10 минут. В любом случае полное. Вот это число, это перебор всех, а это посчитать, это только ренормализация, процедура ренормализации. То есть мы считаем, что у нас есть уже одно готовое решение на 100 тем. То есть условно говоря, чтобы сделать ренормализацию, допустим, для русского язычного датасета, нужно взять, посчитать 26 минут, это посчитать одну модель, плюс 1 минута, чтобы сделать ренормализацию. А нужно становится, ну да, а потом для анализа посчитать, да, во много раз быстрее. То есть в этом случае не надо заниматься сеточным перебором, а всего лишь основываясь на идеях эстетистической физики и посмотрев, что там есть самоподобное поведение, мы можем это самоподобное поведение использовать в качестве процедуры ренормализации, тем самым ускорить наши расчеты. Есть, да, я еще не рассказывал, но в модели PLSA на основе БГРТМа поведение ровно точно такое же. Мы ровно так же, я просто не привел, потому что много картинок, мы ровно так же можем определить оптимальное число тем на известном дата-сете с известным, не проводя полноценное, всего лишь сделав на 100 тем, потом ужав.